Всем привет! Давайте посмотрим на игру под названием Tradesman Deal to Dealer. Это у нас симулятор торговца, в котором мы будем путешествовать, покупать, продавать, защищать, сражаться, ну и делать квесты. Это демо-версия данной игры. Будем ждать выхода обязательно релиза. Релиз будет в этом году. Поехали, давайте посмотрим, что это за игра, что она из себя представляет. Мы можем ходить нашим торговцам, мы можем разговаривать с людьми, над которыми висит восклицательный знак. Навес достроить надо бы, до досок нет. Когда привезешь доски-то? Только телегу починил, скоро поеду и привезу, дед. И пацана привези, опять сбежал, зараза. Снова в шею принесет, опять лысыми ходить будем. Точно, пацана не видно нигде. Так, с мужиками поговори, пускай сопроводят тебя, а то опять кто-нибудь нападет, да раздолбает твою телегу. Хорошо, что лошадь цела. Ну, хорошо, поеду я. И еще, там в ящике зерно, можешь продать его в Петушарова. Им оно нужно кормить курей. Хорошо, дед, я понял. Петушарова зовется деревня, потому что там кормят, выращивают курей. Вот такая вот особенность, название. Здесь мы берем еду с собой. Простая каша без соли и с какими-то странными кусочками чего-то. Плюс здоровье, плюс атака. Тут у нас есть свитки, свиток мощи повышает урон наемника на 1 в начале боя. И вот тут свиток перехвата. Шанс перехватить удар наемникам становится 40%. Ну и, собственно, мешок с зерном. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Здесь есть костер, на котором мы можем приготовить еду. Пока готовить не будем. Что у нас тут? Приветствую. А вы, простите, кто? Я это, дровосек с лесопилки, что в Лесопильске. Доски должен был привезти. И где доски? Так это, забыл я их. Вот дела. Можешь отвезти меня обратно. Пешком очень долго. Только у меня с собой ничего нет. Я на месте расплачусь. Так что, отвезешь в Лесопильск? Хорошо, поехали. Вот, спасибо. А что в смысле? Поехать со мной не хотите? А чего бы и не поехать? Путешествия любим. Да, мир посмотреть, людей увидеть. Это любим. Сколько мы должны за путешествия? Я думал, вы будете меня сопровождать за плату. Да-да, плату. Сколько мы должны? 20 монет с каждого. Вот, держи. Приятно иметь с вами дело. Я думал, что я буду платить им. А оказалось, что они мне заплатят. Нужны наемники? Здесь мы можем вербовать наемников. Наймем двух крестьян с вилами. Тут есть характеристики. Критический шанс. Скорость атаки. Удар в секунду. Урон. Урон в секунду. Ну вот, вот этих вот с курицами урон в секунду повыше будет. Возьмем вот так. Зверь. Если в отряде только звери, атаки могут наложить средняя фиаско. Фиаско, братан. Все, идем. А, у нас карта открылась. Нам нужно добраться до Лесопильска. Тут, кстати, название. Я смотрю, деревень. Это как отдельный вид искусства. Верхняя сеть Пашарова. Хорошо. Ну, нам нужно по квесту в Лесопильск. Вот они мы. В Домодедово находимся. Хорошо. Вроде бы все взяли. Вот наша команда. Вот наша телега. Лагерь. Можно тут спать. Как в Battle Brothers. Тут есть разные телеги. И можно... Я застрял. Текущий прогресс игры будет сохранен. Наемники покинут отряд. Все товары, свитки и еда пропадут из инвентаря. Деньги будут потеряны. Хорошо. Ну все, отправляемся. Все тут понятно. Идем в Лесопильск. Нажимаем пробел на скорости Х3. Начинаем битву. У нас есть тут способность. У нашего главного персонажа. Я ее использовал. Он стреляет по всем. Полезный совет. Какая уверенная победа. Но торговец получает свой опыт не в бою, а в торговле. Так, к слову. Заработали мы немножко монеток. Идем дальше. У нас побитые ребята, к сожалению. Сейчас будет новая битва. Кабаны на нас нападают. Забираем лут. Одну доску. И мы доходим до Лесопильска. И у нас что? Наемники, да? Вот. У нас есть тут слепошар. Это такой крот на стероидах. Белый ужас. Также имеется. Ну, он на 2000 стоит. Лучница. Я бы лучницу нанял. Вместо вот этого с курицей. Возвращается нам совсем чуть-чуть золото. Но пойдет. Простолюдин. Дополнительный урон в начале боя. Если в отряде как минимум два простолюдина. Оставим, наверное, вот так вот. Одного с вилами простолюдина. Одного с курицей. Вот такая вот у нас будет команда. Разношерстная. Окей. Идем дальше. Привет, дяденька. Привет, пацан. Тебя дед ждет. Не хочу. Че это ты не хочешь? Навес дрявый. А в доме не уснуть. Дед храпит. Штукатурка сыпется. Починю я навес. Поверь мне, все будет в порядке. Поехали. Это лучше, чем на крыше. Я хоть и мал, да многое повидал, дяденька. Сначала навес, потом доверие. Справедливо, я вернусь за тобой. Хорошо, нам нужно будет починить навес. Торговать. А вот они, доски. Покупаем. Нам вроде 10 надо было. Вот 10. И нам было рекомендовано продать что-то. Тут цена низкая. Наверное, нет смысла продавать. Идем дальше. Спасибо. Если бы не ты, я мог бы и не дойти. Может, волки бы съели. Может, и заблудился бы. Так дорога, что туда, что обратно. Это одна и та же дорога. Не скажи, не скажи. Репутация увеличилась у этого поселения. Точнее, у нас репутация увеличилась для этого поселения. При этом, странник. Отличный день, чтобы не заезжать далеко, верно? Кто ты? Я храбрый воин, но я сбежал после нападения на нашу деревню. Я постоянно сбегаю, если пахнет поражением. Теперь там никого. Да и многие ли готовы жить в горах? Вот скажи мне. Я точно не готов. Вот-вот. Эх, вернуться бы в родные края. Может, не все тайники разграблены? Тайники? Я так сказал. Тебе послышалось. Даже если не послышалось, сам ты ничего не найдешь. Возможно, возможно. Все. Дальше мы идти не можем. Нам нужно вернуть доски. Сейчас мы... Нам бы прокачать наших... Где тут? Цвитки у нас есть. Цвиток начитать можно. Повышает урон. Шанс перехвата. Вот. Читаем ему. Свиток. Шанс перехвата удара наемником становится 40%. Для лучницы мы, наверное, урон почитаем. Почитаем урон. А для вот этих вот простолюдинов, не знаю, есть ли смысл. А давайте. Почитаем им. Пускай будут посильнее, чем сейчас. Коню могу начитать что-нибудь? Ах, и коню могу начитать. Окей, хорошо. Всем почитали. Свитки. Возвращаемся, наверное, в Домодедово. А, нам еще в Петушарово надо было. Вроде бы, да. Вроде бы, да. Сейчас выполним квест, наверное, с этим. С досками. Поправляемся назад. Нас встречают тут кабаны. Да, три кабана довольно-таки сильные. У нас еще одна битва впереди. У нас побитые ребята. Начальник, я уже платил за проход. А, начальник? Кому ты платил? Имена, пароли, разберемся. Ой, я имею в виду... Чего стоишь, ушами крутишь? Не видишь? У меня проблемы. Выручай. Так мы тебя и накажем. Эй, он же заплатил. Разбирайтесь сами. Ну, давайте, попробуем ему помочь. Эй, он же заплатил. Ага, шиш тебе, а не имена и пароли. А если все можно было решить мирно? Ох, ё-моё. Я думал, тот тип будет помогать нам. Мне тут-то было. Вот так вот, проиграли. Смириться с поражением. Если дорога очень сложная днем, можно завербовать наемников посильнее и отделаться от товаров, которые сильнее всего влияют на противников. А, тут каждые товары, насколько я понял, влияют. Да, вот. Каждая единица товара увеличивает здоровье вражеских наемников на один. Вражеские простолюдины получают один к урону за каждую единицу товара. Такие вот есть особенности. Перевозок. Давайте все-таки попытаемся дойти до Домодедова. А вот вражеские простолюдины. Но этих мы должны победить. Конь у нас тоже атакует. Молодец. Помогает нам. Три кабана. Ну, три кабана вроде бы мы с такими справлялись. Отлично. Забираем все. Добираемся мы до Домодедова. Ремонтируем навес для пацана. И нам нужно отправляться снова в Лесопильск. Это кто? Караванный торговец. Открыт для хороших торговых предложений. И хорошо защищен на случай нападения. Хорошо. Мы идем в Лесопильск. Победа. Хорошо. Довольно-таки легко справились с ними. Но тут у нас еще впереди будет бой. Торговать. Можно его ограбить было, оказывается. Он продает доски и бутылка с бухлом. Тоже дебафы накладывает. Ну, покупать я, наверное, не буду ничего. У меня и все есть, что мне нужно. Ну, с этими мы должны справиться. Несмотря на то, что у нас побитые ребята. Все, отлично. Все, забираем. Доходим мы до Лесопильска. Привет, дяденька. Навес достроен. Возвращаемся. Глаза твои не врут. Я отсюда хорошо вижу. Отвезешь меня обратно, да? Давай, запрыгивай в телегу. Ура, сон на свежем воздухе. Отлично. Ну, все здесь получается. У этого поселения есть спрос на товары некоторые. Но у меня таких товаров нет. Поэтому пока... Ладно. Надо сейчас переночевать. Спать. А вот можем увеличивать безопасность груза бесплатно. А вот лучница, допустим, увеличивает больше, но она плату берет. Попробуем поспать немного. Отлично. Вроде ничего у нас не сперли, да? Отправляемся в Петушарова. Посмотрим, что там. Встречают нас противники. И у меня еще ноль опыта. Я ничего не наторговал. Уровень не получил. Хочешь поторговать? Ага. Это он у нас свитки продает. Цветок знаний. Цветок правил поедания пищи. Эффект от еды сильнее на 25%. При прочтении повышает уровень редкого наемника на 1. Редкий это синий. Цветок знаний. Уровень обычного наемника на 1 повышает. Ну, у меня только крестьяне под это подходят. Не знаю, есть ли смысл тратить на крестьян. Все это дело. Атакуем кабанов. Все. Победа. Хорошо. Привет, путник. Пришел послушать историю о нашем поселке? Привет. Нет, я по делам. Если поторговать хочешь, пройди чуть дальше. У курятника поторгуешь. Успехов тебе. Ладно. Хочешь поторговать? Торговать. А, ну да. Вот они клетка с курями продают. Яйца продают. О! У них зерно. Зерно. По хорошей цене торгуется. Мне как раз и говорили, именно сюда, тушарова, зерно продать. Почти хватило мне на левел ап. Продам, ладно, вот эту доску. Получаем мы уровень. Вот у нас одно очко умений. И у нас здесь есть куча, получается, веток прокачки. Куда мы можем вложить очко умений. И что-то допрокачать. Наемник на позиции 2 не получает дополнительного урона при критических атаках по нему. Позволяет нанимать кабанов в качестве наемников и транспорта. Просьба увеличить количество товаров на продажу, добавив товар из текущего ассортимента торговца. Красноречие. Выживание. Возможность замечать ловушки на большей дистанции. Правый навык готовить стейк, полученный случайной прожаркой и пончик. Залп по всем противникам. Это вот наша способность. Плотничество. Дополнительные 5 ячеек для товаров. Лидерство. Указать цель для атаки. Каждый наемник атакует цель один раз. Ошеломляет цель. Шанс на выпадение приказа 50%. Что это значит? Значит, возьмем, наверное, приказ атаковать. Вот так мы расположим наши навыки. Атакующие навыки у нас. Что это такое? Выбери меня, белый петухи, самые сильные, выбрать. А битва у нас будет, да? Победа! Теперь, когда я главный петух, пока не найдется достойный претендент. Понял, уйти. Окей. Зерно, зерно, песок, зерно. О, червяк. Надоело. Что тебе надоело? Ждать надоело. Кто меньше всех яиц несет, в суп попадает. Таков закон природы. Я все понимаю, но так все надоело. Может, тебе помочь? Чем ты мне поможешь? Ну, не знаю, спасу тебя. Я слушаю внимательно. Могу забрать тебя с собой. Будешь у нас жить. Супы мы не любим. Ну, или камнем по башке могу дать. Пробуем забрать. Хм, мне нужно обещание, что на шашлыки я тоже не пойду. Сложное обещание, но ладно, обещаю. Ладно, только вещи соберу. Вещи? У курицы есть вещи какие-то? Я же курица, не знаю, о каких вещах я говорю. Собирать мне нечего. Поехали? Я вернусь, как появится место повозки. А, у меня занята повозка сейчас. Наемники. 99 тут наемников разного типа. Двух типов. Рыженькая какая-то девочка тут стоит. Ну, все, идем тогда. Мы идем тогда в Домодедово, получается. Нужно пройти через Лесопильск. Попробуем. Подеремся. Используем наши две способности. Имеющиеся. Ну, хорошо, пока справляемся. Ух ты. 20% базового урона по зверям. Заменяет эффект, заменяет текущего свитка. Угу. Эффекты свитков можно менять. А здесь нам ничего не надо, мы просто идем дальше. Домодедово. Время в пути 4 часа. Хорошо. Победили. Снова этот тип. Начальник, я уже платил за проход, а начальник? Кому ты платил? Разбирайтесь сами. Все, я не хочу в это ввязываться. Сами разбирайтесь. Ловушка. Попали в ловушку. Еще ловушка. Еще ловушка. Обалдеть. Хорошо. Пока все. В целом неплохо складывается. Вот он, мальчуган. Наконец-то я дома. Награду вот лови. Что ловить? В шее. Гаденыш. Без проблем пацана довез. Как там в Лесопильске-то? Нормально там все. Пацан тебе даже подарок привез. О, подарок. Что, что там? Ну так, ничего, потом покажу. Так, окей, хорошо. У нас же был какой-то свиток. Переносим свиток, что в случае чего он остался. Попробуем переночевать. Я не поставил дозорных. Хвост какой-то. Привет, хорошо тут, скажи. Да, хорошо. Как дела-то у тебя? Отлично. Сверху не капает. Спать удобно. Боковые стены, конечно, продувает. Но я привык. Прямо как на улице. У навеса же нет стен. Да, это не важно. Слушай, что скажу. Я тут познакомился с одной нимфой. Но пока я кур гонял, на крыше она куда-то делась. Нимфой. Мне кажется, мы с ней идеальная пара. Правда, я ей сказал, что я из племени варваров. А она такая утонченная особа. Сразу видно, воспитанная, умная. Куда ей, варвар? Может, поищешь ее для меня? Я же сколько для тебя сделал? С чего начать поиски, варвар? Да ты везде бываешь. Рыжая такая девочка. Сразу ее узнаешь. Как встретишь. Скажи ей, что король варваров передает привет. Понятно. Вроде я видел какую-то рыжую девочку. Стояла около колодца. Ну, пробуем отправиться в Лесопильск снова. Тут нас встречают кабаны. Стоять, дальше пути нет. Сложите свое оружие и отдавайте свое добро. А, у нас кабаны умеют говорить, оказывается. Не только та курица умеет говорить. Отряд, готовься к битве. Хорошо, минус один. Минус два, минус три. А я могу сейчас как-то восстановить здоровье? У меня же вроде еда есть. Накормить. Не накормлен. Пушать. О, плюс три атаки получается. И можно хилить. Скорость атаки увеличивается. Пушать. Нам бы лучницу накормить было бы классно. Интересно, на сколько это хватает? На один день? Вот так. А ты... Нет, а ты ничего не получишь. У тебя куриные яйца есть. Ловушка. 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 Оборванец, давай сюда свои деньги. Но у меня нет денег. Вилы, лапти да рубаха. Вот все мое богатство. Тогда гони сюда вилы, лапти и рубаху. Живо. Казаться. Что ж, папочке нужны новые лапти. Ну не знаю, на... Крестьянина нападать не хочется. А, это Денчик у нас. Зря ты это затеял. Давайте разбирайтесь сами. Я пока ввязываться не хочу. В драку. Вот с этими только можно ввязаться. Быстренько мы их одолели. Два свитка целых получаем. Нормально. Так, я по-моему... Нет, не здесь я видел эту рыжую. Петушарова я ее вроде видел. Бомжева. Посетите это место хотя бы один раз, чтобы узнать больше. А что у меня вообще по квестам? Я не помню. У меня квесты какие-нибудь есть вообще? А, мне нужно в Петушарова эту курицу забрать. Нашу цыпочку. Идем тогда. Ого. Неплохой урон нам нанесли. А вот можно отступить. Окей, будем иметь ввиду. Еще получаем свиток. Идем за цыпой. Мы обещали, что... Придем. Давай запрыгивай в телегу. Я размаживаю этого белыша на беляш. Выбери меня. Выбираем. В прошлый раз белого выбрали. Эээ, белый снова победил. Ладно. А, ну тут они торгуют товарами, которые мне не нужны. Попробую до Бомжево добраться. Вообще было бы классно добраться до Обычного... Обычногородск. Или вот сюда пойти. В Сторожевск. Один. А ну-ка сходим сюда. В Сторожевск. Один. Окей. Отряд, готовься к битве. Стоять дальше пути нет. Попробуем. Ой. Битва начинается. Ну, победили. Хорошо. Идем дальше. Опять этот тип. Денчик, как же ты задолбал. Бросай оружие. Проследуй за мной. Иначе... 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 Эй, ты разберись. А не то, иначе ты понял, что будет. Разбирайтесь сами. Ребята. Денчик достал, вправду. Постоянно попадается. Опа. Тут серьезные противники у нас. Подождите-ка, подождите-ка. Нам нужно восстановить здоровье. Лесорубу нашему. Он... Вдобавок не накормлен. Все. Вперед. Победили мы этих стражников. Забираем рыбку. Каждая ниньца товара увеличивает на 1% шанс, что вражеские наемники наложат фиаско. И ударим. Фиаско. Ох, какой. Форпост. Нужны наемники? Ууу. Тут у нас довольно-таки серьезные наемники. А могу я их вообще нанимать? Нет места. Отряд заполнен. Ну, я бы, допустим, вот этого поменял. Стражник-копейщик у нас появляется. Круто. Ну, и вот этого с курицей я бы тоже убрал. Наймем стражник-арбалетчик. Класс. У нас есть лучница. Есть арбалетчик. Ну, в целом, урон в секунду больше у арбалетчика. Сила крита. Критический шанс. Стражник-копейщик. 120 здоровья. Ну, стражник-копейщик помощней будет. Дровосека обычного. Классно. Чем вы тут торгуете? Медом торгуют. И инструментами. Спрос на доски у них. На вот эти вот. Окей, ладно. Надо, получается, свитки применять. Дополнительное здоровье в начале боя за каждого другого стражника в отряде. Гонорирует воздействие эффекта фиаско. Атаки могут вызывать среднее кровотечение. Начитать. Свиток охотника. Ну, давай против зверей хотя бы будешь. Копейщик же. Все-таки. Все, здесь вроде бы ничего. Хорошо, отлично. Нашли мы новых людей себе. Надо переночевать. Опасность дороги плюс 2. Ночь обычный товар. Поспим немножко. Пока вы спали, кто-то утащил товар из телеги. Не огорчайтесь, ведь нечего терять только тому, у кого ничего нет. Окей, ладно. В обычный горск тогда отправляемся. Посмотрим, что там. Ух ты, блин. Волчонок. 120 здоровья, как у нашего копейщика. Урон в секунду 10. У нашего копейщика 7,5. Блин, у волка даже выше урон. Пробуем фокусить волка. Хорошо, справились. Снова денчик. Я сомневаюсь, что я справлюсь. Там такие стражники. Попадают. О, два вражеских арбалетчика. Обалдеть. Ну, у меня как бы тоже непростые ребята. Отлично, добрались мы до обычного городска. А вот и рыжая девочка. Склонись перед принцессой варваров, или мои храбрые воины покарают тебя за неуважение. Что-то я не вижу никого из твоих воинов. О, принцесса варваров, тебе привет от короля варваров. Ах, мой король нашел меня и послал своего гонца. Скорее же вези меня к нему. Эй, не так быстро, а как же твои родители? Мои родители анархия и свобода. Вези меня к моему ненаглядному варвару. Увы, телега уже занята. Может позже. Название чего-то. Это название города, что ли? Неофициальное. Ростовщик, приветствую, мистер торговец. Желаете взять кредит, ты кто? Я уважаемый банкир из гильдии уважаемых банкиров, который готов одолжить свои деньги под совсем небольшой процент. Приветствую, мистер торговец. А, тоже меня приветствовал. Отлично, готов одолжить 275 денег с возвратом через 3 дня. Не позднее 7 дня вернуть придется 330. Ого, а вот это проценты у вас. Я еще подумаю. Ничего себе проценты. Торговец. Продают хлеб. Спрос у них на мед, муку, бутылка с бухлом. О, у меня есть как раз мука. Продаем. Здесь можно купить хлеб. По-моему, где-то хлеб нужен был. Возможно, даже вот здесь. Да, вот спрос на хлеб. Мне бы еще бомжевого посетить. Давайте возьмем хлеба. Штучки 4. Наверное, это очень сильно. Каждая единица товара увеличивает здоровье вражеских наемников на 2. Наличие товара этой редкости увеличит опасность дороги на 3. Не суммируется. Убирается максимальное значение. Каждая единица товара увеличивает шанс засад на 0.50. Ух ты, блин. Серьезно, серьезно. Что у нас здесь? Хочешь поторговать? Свитки. Случайный свиток. Случайный свиток. Случайные свитки. Прикольно. Кузнец. О, он торгует... Ничего себе здесь сколько всего можно купить в этом городе. Так, что у нас тут? Пустите, а? Не положено. Может, ты грабитель? Мы же пока не знаем. И знать не хотим. Ладно. Очень хочется много всего купить. Но проблема в том, что я могу настолько усилить противников, что меня просто-напросто уничтожат. О, вот уже противники мощные. А в городе там вообще кто-то нанимался или нет? Ой-ой-ой, арбалетчик. Держись. Минус лучница. Ну и все. Вот и проигрыш. Мы дальше пройти не можем. Смириться. Кучу всего попотерял. И как мне отсюда выбраться теперь? В Бомжево пойдем тогда. Рожевск не получилось. Идем в Бомжево. А тут тоже мощные противники. Слишком у нас товары дорогущие. Из-за этого противники сильнющие. Вот так мы потеряем весь товар сейчас. У меня всего лишь два хлеба лежит в кармане. Я уже не могу выбраться отсюда. Здесь по-моему найма не было. Да, вроде не было найма. Каких-нибудь стражников. Я бы еще стражников бы нанял, но нельзя. Ну и как мне отсюда выбраться? Опасность дороги плюс 3. Редкий товар. Придется продать этот хлеб. Других вариантов я пока не вижу. Иначе мы просто не выберемся отсюда. Опасность дороги плюс 0. Идем в Бомжево тогда. Посмотрим, что там. Что это за поселение. Вот противники стали более-менее нормальные. Пока у меня не появится, не знаю, 4 стражника. Вот таких вот. Смысла перевозить более дорогие товары я не вижу. У меня шансов просто не будет. Обычные товары нужно перевозить. Ну да, вот тут Бомжево. Пацан, хочешь поторговать? Куриц продает и кирку. Спроса никакого нет. Приятно, когда кто-то танцует под мою музыку. Но я и без того получаю удовольствие от игры. Хочешь послушать текст моей новой песни? Да, с удовольствием. Танцуй, пока танцуется. Люби, пока любуется. Потрясающе. Эх, за брат. Что случилось? Я брата потерял. Ммм, это брат за брата. Мои соболезнования. Нет, он просто ушел и не вернулся. И теперь мне не с кем сражаться. В танце. Может помочь тебе его найти? Куда он ушел? Бездельником и потенциальным бандитом. Честная жизнь не для него. Понял. Я поищу его. Его зовут... Что? Короче. Короче, поищу. Так, тут у нас торговец. Мед. Ну да, получается, булка хлеба она редкая. Я ее взял. И вариантов у меня не было. Покупаю тогда мед. О, медведь. Ты кто такой? Кажется, я медведь. А так хочется быть птицей. Только не бей. Я не могу его вербовать. Прикольно. Медведя можно нанять. Ты кто такой? Дядя, что забыл у моего шатра? Ты вообще кто? А ты кто? Я ласец младший. Батя мой ушел и не вернулся. Вот теперь это мой шатер. И все. Что в шатре? Тоже мое. Я отжимаюсь внутри, когда дождь идет. Вот ты сколько раз отжимаешься? Не так много, как ты говоришь. Совсем не отжимаешься, значит? А чем ты занимаешься? У тебя свой шатер есть? Или ты из этих, из бесшатровых? Ну, понятно все с тобой тогда. Я торговец, но иногда мне кажется, что я убийца. Да, не хотел бы я быть тобой. Никакой определенности и перспектив. Понятно. Телега какая-то. Твоя телега, пацан. А мы про телегу не спросили. Телега в шатре? Нет, значит не моя. Я же тебе говорил, мое то, что в шатре тупица. Я посмотрю ее тогда. Смотри, мне-то какое дело. Две пилы и одна доска. О, можно новую телегу себе сделать. Смастерить. Так. Шахтерск. У нас опасность дороги плюс два. Я бы хотел мед продать. В идеале. Доберусь я до сюда. Да. Ой-ой-ой, две лучницы. Жесть какая. Блин, не применил я способность. Так, ну вроде здесь мы побеждаем. Но проблема в том, что там еще противники есть. Дальше. А у меня еды нет, кажется. Или есть. Три лучницы. С ума сойти. Так, у меня копейщик. Получается побитый. Давайте его накормим. Кушай, копейщик. Ну и можно лучницу накормить. Сосисками. А, гренки. Ладно. Все, идет. Идем вперед. Сразу минус. Лесоруб у нас. Ой, я забыл способности применять. И скорее всего из-за этого проиграю. Хотя нет, у меня тут шансов не было. Жаль. Не получилось. Ладно. Игру мы посмотрели в целом. Вот такая вот игра. Демо-версия. Мне игра понравилась. Довольно-таки интересная. Будем ждать релиза. Посмотрим. Когда он будет. Будет, наверное, уже, возможно, совсем скоро. Не знаю. Будем следить. Будем наблюдать. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за внимание. Пока.